Давай начнём с Калифорнии. Слушай, у них в описании заявлен Камчатский Крафт. Ммм, ну это... Ну вот как можно вот на мидиях вот это вот оставлять? Здоровенная кость убийца. Всем привет! Канал Покошеварим Обзорище. И соскучились по ролам. Соскучились по ролам, я знаю, потому что давно не был у нас на канале. И сегодня я наткнулся на доставку, которая называется Смакуй Гейшу. Или Гейша. Ну, по-моему, Гейшу всё-таки. Смакуй Гейшу. Ощущение по названию, конечно, что это скорее бордель, прежде чем доставка суши. Ну нет, это доставка суши с очень скромно оформленным сайтом. При этом всё-таки на нём что-то удалось заказать довольно функционально. Есть какие-то... То есть, скажем так, сайт стрёмный, но есть какие-то фишечки интересные. Например, когда ты добавляешь какое-то блюдо в корзину, посередине сайта стоит Гейша с подносом, и это блюдо улетает на этот поднос. Это любопытно. Очень стрёмно, очень скромно сделана анимация и прочее, но какая-то фишечка. В общем, сайт такой себе, но заказать удалось. Оператор нам позвонила. Она сказала, в час привезут. В общем, ждём, короче, в час дня, посмотрим, за сколько по факту. Доехали до нас эти ребятушки. Смотри, причём под каким-то непонятным брендом. Биг... Бигмастер всей доставки еды. То есть, у них, походу, как вот в Транс Пицца, у них несколько брендов, по всей видимости. В том числе и вот это вот с Маку и Гейша. Ну что, пакетик крафтовый, приятный. Внутри пакетики спасибо за покупку, ничего особенного. И вот они роллы. Так, ну ладно, сейчас подожди. Пока no comments, как бы, мы это с вами всё обсудим. Так, у нас есть кое-что тёпленькое. Я там заказывал какие-то блюда, я уже успел забыть, естественно. Хуй! Слушай, это самые маленькие баночки ВОК, которые я мог себе представить. Тут рис и лапша я заказал. Салат Сезарь. Слушай, ну не так отвратно это выглядит, как могло бы, теоретически. Что у нас по температуре? Давай посмотрим. Коробочка ВОКа. Ну, слушай, она маленькая, капец. Маленькая. 34 градуса, всё остывшее уже. То есть, привезли они довольно быстро, относительно приёма заказа. Но приехало всё остывшее, 40 градусов. Фольга спасла хотя бы несколько градусов этих блюд. 36 градусов. Даже фольга не спасла. В общем, короче, вот, у них на буклете написано, что это Анигири.ру, Монстр Суши.ру, Гейша.су и Вкус Моря.ру. Это всё их бренды, которые теоретически когда-то бы могли оказаться у нас на обзоре. Но мы запомним и как бы, ну, а чё смысл, да? Вот, вот, мы делаем обзор на это всё, считай. А вот это красавчики. Подарок за отзыв. Оставь положительный отзыв на сайте наших партнёров и получив подарок ролл. То есть, вы покупаете положительный отзыв за ролл. Надо покупать положительный отзыв за качество еды. Надо написать, если вам понравилось то, что вы съели, оставьте положительный отзыв и мы вам подарим ролл. А так это всё, это не, это дно, ребят. Так не надо призывать. Так, и нам, кстати, оператор сказал, что она нам какие-то подарки ещё подарила. Ну, то есть, несколько роллов у нас будет подарочных, потому что у нас сумма заказа 5000 рублей. Без небольшого, потому что сначала было 5, потом 5% скидка, потому что больше 5 и стало меньше 5, но скидка осталась. Смакуй, гейша, ребята! Погнали! Начнём мы вот с двух азиатских блюд. Это курица в кисло-сладком соусе и говядина по-сычуански. По-сычуански. Одно блюдо должно весить 200 граммов, вот это вот в кисло-сладком минус 10 граммов коробочка. Всё окей, 250 весит. Второе блюдо должно весить 250 граммов, а вот тут вот не до вес, 224 грамма даже с коробкой. Это курица в кляре, болгарский перчик, ананас, где бы он там ни был. Ни одного кусочка, кстати, ананаса нет вообще. Морковь, а её в составе нет, то есть, видимо, вместо ананаса положили морковку и типа норм. Вот такое вот блюдо. И кисло-сладкий соус. Но я уже вангую, что это покупной кисло-сладкий соус, сами они не делают. Соответственно, прямо уж тут каких-то китайских ноток мы ощутить не сможем, к сожалению. Вообще, меня печалит такая история, когда заявляют ингредиент. Мясо в кисло-сладком соусе и ананасы, это как бы прям вот они в одном словаре всегда. Они неразделимо, понимаешь? То есть, должны быть ананасы. Консервированные, свежие, пофиг. Ананасы быть должны. Их здесь нет. Это грустно. Это уже не полноценное блюдо. Тем не менее, перчики сделаны норм. Они почти мягкие в кашу, но еще не совсем их приятно есть. Курочка норм. Естественно, она вымокла. То есть, доставка это блюдо заказывать, ну, не стоит. Потому что вымокает кляр. То есть, когда только пожарено, это прикольно. Он, конечно, не будет там прям хрустящий. У тебя все равно это соус. Он довольно быстро размягчит этот кляр. Но, тем не менее, будет вкуснее. Короче, по факту, блюдо съедобное, но не полноценное. То есть, это... Нет, нет, это не фирменные вот эти вот китайские вкусы. Почему я говорю китайские? Ну, скажем, азиатские, да? Мясо в кисло-сладком не только в Китае готовят. Короче, блюдо весьма съедобное. Но крайне простое. И, конечно, вот 340 рублей 200 граммов за абсолютный неэксклюзив я бы не отдал. Плюс оно не доделано. Говядина по-сычуански. На сайте картинка изумительная. Там куча прям говядины и мало грибов. Тут ситуация обратная. Грибов тут гораздо больше, чем говядины. А вот на говядины. Хотя нет, тоже парочку кусочков мяса мы там все-таки сможем вышкрепсти. И я когда сказал парочку, это не голословные утверждения. Тут их действительно, хотя нет, уже их три. Уже трио, уже квартет набрали. Ну, пять кусочков говядины. Конечно, на фотографии выглядит все более богато. Но, тем не менее, вот такое блюдо, оно аппетитно выглядит. Вот эти грибочки мне очень нравятся, они вкусные. Я их медузами называю периодически. 365 рублей стоит это блюдо. Давай сначала соус оценим с грибочком. Блин, виллы, кстати, не положили вообще. Хотя они бы, может, и пригодились бы. Слушай, а вот этот соус, вот этот соус довольно приятный. Окей, так, что с кусочками говядины? Говядина довольно жилистая. То есть, по ней прям видно, вот тут прям кусок говядины. И в середине идет жило, прям вдоль. Учитывая, что я увидел жило, я все-таки возьму, найду кусочек без жилы. И оценю его жестко, жестко, нахрен, дискомфортно. Ну, это пипец, конечно, блядь. И сразу становится страшно жить. Здоровенная кость убийца. Она причем такой формы, как будто бы ее специально положили, чтобы совершить на меня покушение. Об этом очень легко сломать зубы. Капец, смакуй гейшу. Я понимаю, что все эти истории азиатские, они довольно опасные. Азиатский мир жесток, но не настолько. Здесь чуть интереснее соус. В том плане, что кисло-сладкий соус, он совершенно обычный, покупной. В пятерочке, в перекрестке, где угодно можно такой купить. Тут соус немножко отличается. Он тоже острый, он какой-то более теплый. Более соевый, что ли. Какой-то папричный такой, вот знаете. Но в этом блюде жесткое мясо. Говядина, его мало. Грибочки и древесные зашибись. Перчики, хорошо. Помидорчик, который там валяется, норм вообще. Мясо не зашло. Все-таки это в первую очередь мясное блюдо, потом уже все остальное. И вот эта основа, она никакая. Но в целом все равно съедобно. То есть такой удовлетворительный вкус, удовлетворительный состав этого блюда. Я бы трешничек поставил. Давай попробуем миди. Вот миди, это у меня отдельная любовь вообще к ним. В любом виде практически. Не знаю, в таком ли сохранится моя любовь или нет. 200 граммов миди, они заявляют. Тут даже с коробочкой 200 не получается. 192, что ли, или 5. Это я что-то... Я вверх ногами смотрю просто на весы, поэтому не очень догоняю. Что сказать? Миди, сыр пармезан, майонез, массага, чеснок. Вот это капец, вот, ребят. Вот когда я вижу в мидиях вот такое, мне хочется плакать. Так звучит музыка в аду, или как там тетка говорила. Это она звучит в аду. То есть они не напряглись. Это очень похоже на миди киви и по цвету, и по размеру. Но это самые минимальные мидии киви, которые можно себе представить. Ну вот это капец, блин. Ну посмотри. Ну вот как можно вот на мидиях вот это вот оставлять? Ну вот как вот это вот? Что вот это такое? Зачем вот эти водоросли? Я уверен, что они мидию с ноги не снимали. Давай посмотрим. Не, от ноги избавились, надо же. Спасибо им огромное за это. Ну тут у нас что, получается майонез, перемешанный с икрой мойвы, да, массага. И посыпано все это сыром и запечено. То есть не сказать, что это прям какой-то вау соус, но тем не менее, тем не менее, вот так вот. Давай пробовать. Мидии хорошие. Ну то есть вот по... Блин, осколок. Боюсь, что кость говяжья попадется и в мидиях, блин. Это блюдо невкусное, оно безидейное, оно никакое. Нет ничего плохого в том, что в соусе используется майонез. Почти везде, вот где запекают мидии, там есть японский майонез. Это славно. Майонез это вкусно, это жирочек, это все как надо. Это основа соуса. Но тут, понимаешь, соус, он как будто бы даже вот... Хоть чуть-чуть вот его хотя бы зачесночить. Может быть его каким-нибудь, я не знаю, соусом унаги засладить. Будет хоть чуть-чуть интересней. А так в нем нет ничего абсолютно. Вот эта сырная корочка, которая, ну якобы пармезан, наверное, все-таки не пармезан, нормальная корочка. Но в целом ощущение, что это блюдо сделано на отвали просто для того... У нас типа есть мидии, все, у нас есть мидии, все, вот как вот тут не было экспериментов, чтобы сделать как-то вкусно. Нет, просто перемешали, засыпали, запекли и все, у нас есть это блюдо. Я такой подход не разделяю, мне это неинтересно. Из плюсов, это хорошие мидии киви, самые маленькие представители этих мидий, которые можно... Ну это нормально, потому что вот приезжает вот такая пачка, я просто вживую вижу это все каждый день. Вот такая вот пачка этих мидий киви. И там разные, есть размером вот с ладошкой, есть меньше. Ну короче, разные попадаются. Вот это маленькие мидии, я не думаю, что может специально для меня их выбирали. Просто там может большие закончились, эти сделали. В целом их здесь 5 штук, по граммам чуть не соблюдели, но это ладно. Мелочи. Относительно вкуса все-таки нет. И было бы классно, если бы сюда просто тупо клали лимончик или лайм. Если бы я это все полил какой-то бы кислотой, это бы стало интереснее. А так нет, то есть это 3 с минусом. Прям не очищенные. Давайте сделаем небольшую паузу на непосредственно каха, ой, непосредственно роллы. Это роллы от Смакуй Гейша. Здесь у нас 3 ролла сразу. Канада, Филадельфия, Калифорния. Ладно, ребят, порассуждаем потом. Давайте сначала начнем с формальности, как бы, да, а потом уже включим эмоции. По 190 граммов тут роллы. Это написано на сайте, поэтому по идее бомбить на тему того, что мало положили, я не могу. 0 граммов. У нас все вместе это должно 570 граммов весить. Ого, 660. Нормально. Соблюли. То есть по весу тут плюс-минус все хорошо. Давай начнем с Калифорнии. Слушай, у них в описании заявлен камчатский краб. Ну, это как бы... Слушайте, очень странный цвет подкраски вот этого краба, но все-таки... Несмотря на цвет, по структуре это... Блин, краб походу делал. Ладно, у нас сейчас веселый будет, веселый челлендж. Налей себе соусы, не обляпавшись. И как это сделать, я, честно говоря, слабо представляю. Такой пакет, куда его потом девать, блин. Так. Мы уже близки. Я сам что-нибудь ляпну. Это же я. Оп. И все. И вот куда потом деть этот пакет, чтобы он не упал как-то? Я не знаю. Неплохой свой соус мне понравился. Короче, если это Калифорния, действительно там краб. А я даже не верю, короче, своим словам. Тому, что говорю. Ну, походу, там действительно краб. Его немного, но там краб. 315 рублей. Маленький, 190 граммов, но с крабом. Хороший хрустящий огурчик, хороший. Рис, конечно, сварен отвратно. Мне не нравится. Он уже близок вот к грани, когда он слипнется в единый ком, короче. Заправленный, но тоже невкусный. Тем не менее, действительно, вот после вкуса... Блин, я уже себя убедил. В общем, друзья мои, если вы понимаете, почему краб вот такого странного, как бы, фиолетового оттенка по бокам, напишите в комментах. Но это все-таки зараза краб. Ладно, филька у нас. Роллы Филадельфия. На сайте у них написано, что роллы Филадельфия это копченый лосось. Какого хрена там копченый лосось? Я это увидел только сейчас, серьезно. Запаха копчения я не чувствую. Запаха свежей рыбы я не чувствую тоже. Ну, обычные ссаненькие, маленькие, квадратненькие ролчики, блин, ребята. Вот это все вы увидите. Суши Вокс, Суши Шопс, Суши Мопс, Суши Пукс. Вот это все. Это вот там вот. Обычный классический замороженный чилийский лосось. Который, как вам объяснить разницу? Блин, он не плохой, не хороший. Вот просто он другой. Знаете, как вот, мне кажется, я понял. Он сухой. Вот этот лосось, который используют большинство, потому что он самый дешевый из всех, что можно заказать. Есть хорошая охлажденочка, мурманская, дальневосточная, там, с фарельских островов в лосося возят, да. Он влажный, он ароматный, он какой-то вот прям как надо. А вот этот замороженный филе, который, они приезжают таких вот, блин, в пенопластовых таких формах, короче, прям вот филехи нарезанный. Вот прям вот ровно это он, это цвет его, все. Он как будто, как будто обезвожен, как будто рыба росла в пустыне, а не в воде, понимаешь? Вот, то есть, он, вот он какой-то сухой, он никакой абсолютно. И вкуса в нем нет, то есть, вот, бе! Самый отстойный сливочный сыр, который можно представить. Ну, я не знаю, как вот, блин, на это же находится потребитель. То есть, это людей устраивает. Вот купить вот ролл, 190 граммов за 300, 340 рублей, 190 граммов. Где рыбы, вот, ну, просто, вот, во-первых, миллиметр, во-вторых, обернута вот одна сторонка, все. Вот эти квадратные маленькие роллы, ну-ка, я уже в другой вселенной живу. То есть, для меня эта еда, возможно, я где-нибудь там в начале двухтысячных, когда только зарождались всякие екитории, тануки и прочее, это нормально вкатывалось. Сейчас уже не то время, чтобы людям продавать вот за большие деньги. Это большие деньги за этот вес продукта впаривать вот такую вот дичь. Нет, если еще, если Калифорния еще более-менее окей, то есть, учитывая, что все-таки краб, зараза, вопрос до сих пор остается, то это нет. И Канад, 330 рублей у нас стоит, 190 граммов тоже маленький ролл, но тут все маленькое. Вот он, маленький кусочек угорька. Ну, ладно, тут особых, наверное, тут особых ожиданий, наверное, и не стоило бы иметь. Вот кусочек угорька, половина из которого, ну, тупо кожа. То есть, вот эта черная кожа, это есть можно, но невкусно. Внутри тот же самый лосось, тот же самый дешевый сыр, то же самое. Ладно. Совершенно непонятно, почему Канада стоит дешевле, чем Филадельфия. Должно быть наоборот, потому что в Канаде используется и угорь, и еще лосось. Поэтому по себестоимости этот ролл больше, чем ролл Филадельфия. Ну, по крайней мере, в таких вариантах, которые смакуй гейшу представляет. Ни о чем. Вот эти все роллы, это ни о чем. Как Виктор Бурда называет, это семечки. То есть, это семечки. Ты съешь вот эти 190 граммов, и просто не почувствуешь ничего. То есть, как будто в твоей жизни и не было этих роллов. Возможно, если ты все вместе это съешь, ты наешься. Но тебе надо на это потратить уже тогда косарь. То есть, вот это все стоит косарь. Вот некоторые умники мне пишут, да? Окей, давай, да я буду открыто уже говорить, да? Все знают уже, уже давно все знают, короче, что мы вместе с Витей открыли ОСУШИ на Сходнинской. Несколько компетенций объединили в одну и открыли с Витькой заведение ОСУШИ в Москве. Где делаем офигенные топовые классные вообще вот роллы. Просто нормальные классные большие роллы. Вкусные, где рыбы много, где сливочный сыр лучше, где заправка вкусная. Все классно. И вот умники пишут, у тебя 400 там, у тебя дорогие роллы, 440 рублей стоит у нас в Филадельфии. Рыбы дохренища. Вес этого ролла, на сайте мы пишем 310 граммов, по факту 340, 330, 350 граммов получается по-разному. Ты понимаешь, то есть полтора ролла, вот которые делаем мы, это три ролла, которые вы купите вот в таких вот, вот в этих компаниях. У нас полтора ролла будет стоить 800 рублей, а вот эти три ролла будут стоить косарь. У нас дешевле, то есть продукт лучше и дешевле, чем вот это вот все. Вы поймите, у меня абсолютно нет задачи там пиарить свое заведение, которое там само себя продает. Нет такой задачи. Пиарить надо вот это. Вот это нуждается в рекламе. Вот здесь вот надо вкладывать в маркетинг, чтобы это продавалось, люди узнавали. В нашем случае этого делать не надо. В нашем случае один человек попробует, его жизнь разделится на до и после о суши на Сходнинской. Он расскажет всем своим друзьям, он расскажет всем своим знакомым, коллегам, что вот там вот вкусно, понимаешь. Он вот это все забудет. А вот это надо пиарить. Поэтому, друзья мои, у меня нет задачи на канале распиаривать там свое заведение. И все обзоры роллов, которые вот после Нового года идут, ценить их. Ценить их, потому что моя компетенция вот в этом вопросе стала гораздо выше, чем была раньше. Если раньше я делая обзоры на суши и роллы, я предполагал, то теперь я точно знаю. Какие-то факты, какие-то косяки, какие-то вот где какая рыба, я точно знаю. Поэтому мои обзоры теперь ценней. И поверьте мне, если хорошая компания ко мне приедет с классным продуктом, я не буду говорить, ребят, они говно, берите его суши. Нет, берите у них, потому что это вкусно. Это вкусно, покупайте эту компанию. Берите вкусные суши, заказывайте, если они сыр там обратно сделали вкусный. Отличные суши, заказывайте, это классные ребята. У нас в районе рок-н-роллы есть, которые тоже делают годно. Кто еще? Суши-стор, я извиняюсь, что суши-сет не сказал, блядь. Суши-стор заказывайте, их вот Excel меню, тоже годно. Понимаешь, я всегда скажу про хорошие места. А вот про это я буду говорить, ребят, пошли нахрен с таким продуктом. Ладно, у нас два вока. Два вока, коробочки не раскладываются, к сожалению, хотя это было бы очень удобно. Дим, дашь две тарелки. Рис с креветками, 375 рублей. Ну, блин, нормально. Он должен весить 180 граммов, а весит 200. Отлично, хорошо, здорово, неплохо. Вот так вот, много разных противоречивших тезисов. 375 рублей, ты моя хорошая. Боже мой, что это такое? Такие маленькие креветочки. Я не знаю, это нано-креветки, капец. Ну что тут, овощная смесь. Блин, ну тут этих маленьких креветок. Реально размером с рисинку. Вот возьми вот креветку и положим рядом рисинку. Ну окей, может быть не с одну рисинку, но там с три рисинки. Капец, где они такие креветки берут? То есть это меньше, чем коктейльные креветки. Серьезно. Ну ладно, что мы там прикапываемся? 375 рублей стоит, конечно, очень дорогое блюдо. Почему-то непонятно почему. Тут кунжут, кукуруза, болгарский перчик. То есть, ну чисто-чисто такая вот эта вот, как типа, мексиканская смесь. Вот в заморозке вы покупаете, вот мне кажется, это ее и добавляют. Ну и рисочек. Вот вообще цена образования у этих ребят очень странная. То есть, когда Канада дешевле в Филадельфии, при этом явно больше по себе стоимости. Вот эта штука 200 рублей почти, нет, сколько там, ну ладно, не 200, но 150 рублей за 100 граммов. Рис мелкий, креветки и пару каких-то овощичек. Очень странная цена образования. На самом деле вкусно. То есть, здесь вот очень любопытная заправка для риса. Она и кисленькая, она и сладенькая одновременно. Очень здорово. Остроты никакой нет. Креветки, черт подери, чертовски странные. Тем не менее, это блюдо вкусное. Его съесть можно. Оно маленькое и не стоит своих денег. Я бы никогда за 400 рублей бы не заказал вот это вот. С такими вот маленькими креветками. Где они вообще? Ты видел такие креветки в магазине? Да, да. Даже коктейльные они больше, да, вот которые в салаты мы добавляем. Вот. А это какие-то уникальные креветки, блин. Какие-то зародыши как будто. Вот. Но, тем не менее, блюдо вкусное на самом деле. Ну, то есть, вот это вкусно съесть. Нормально пойдет. Это, пожалуй, вот из сегодняшних самое съедобное блюдо. Чисто по вкусу. Но брать бы я бы никогда не стал. А удон с овощами и курицей стоит вот 275 рублей. Вот это нормально. Здесь уже хоть цена... Так, что тут? Блин, ну порции, конечно, маленькие. Я как-то привык, что обычно на таких вещах, вот типа удона, не экономят. То есть, там... Вот сколько раз вываливали в тарелки, оно такое... И все, и до краев. Ну, то есть, там граммов 300 хотя бы еды. А тут чего-то всего мало. Немножко овощей, как бы удончик, да, пшеничная лапша. Немного куриной грудки. Ну, то есть, в принципе, что-то есть в этой лапше. Что поесть. Есть, что поесть. Давай попробуем. Блин, вот на лапшу бы я бы не отказался от европейских приборов. Здесь как будто вообще нет никакого соуса. Ну, здесь и в описании нет никакого соуса. Но просто, чтобы настолько никакого соуса, это странно. Очень невкусно. То есть, если бы здесь был какой-то хотя бы терияки соус, это было бы нормально. А тут просто как будто полили маслицем немножко, чтобы оно не слипалось и все. Ну, ничего не могу сказать про это блюдо. Никакое абсолютно. Неинтересно, мало, дорого. Брать не стоит. То есть, если сравнивать рис и вот эту лапшу, на удивление рис вкуснее. Ну, не то, чтобы рис это плохо. Просто для меня лапша более понятна, чем рис. И рис в данном случае оказался лучше. По вокам не одобрям совсем. Ничего, рискнем еще. Вот, кстати, я еще и сушку заказал. Посмотри, нам тут в подарок надарили роллов каких-то еще. Я заказал сушу. Ну, давай ее достанем, прям посмотрим вот на этого лосося. Вот у нас ушка. Хорошо, кстати, сделано. 65 рублей стоит. Кусочек лосося довольно добротный. За эти деньги кладут. Ну, вот как вам объяснить? То есть, понимаешь, у этого лосося нет. У него нормально. Видишь, есть и блеск какой-то, и определенная жирность в нем есть. Что это черное такое? А, он лежал рядом с этой икрой. Масага. Но он какой-то вот сухой, что ли. Его вот так вот трогаешь, понимаешь, он должен быть жирненький. А он как будто высохший. Вот это проблема всей-всей замороженной рыбы. С другой стороны еще более-менее. Рис какой-то прям кислый, блин. Ну, ладно. В общем, короче говоря, вот эти роллы... О, а тут тоже, между прочим, ролл с крабом. Давайте вот еще. Давайте просто проведем голосование. Да не, ну это краб. Это краб. Только почему вот он такого цвета? Почему вот видите вот этот розовый цвет? Он же должен какой-то оранжевенький быть. Это же краб. Но это не крабовая палочка, реально, друзья. Все, я вот сейчас вот точно на 99% уверен, что это краб. По вкусу краб. Блин, я не могу. К этому вопросу можно возвращаться вечно. В общем, ладно, нафиг эти роллы. Там ничего нового мы не узнаем. Хотя мы можем узнать, например, вот как у них дела обстоят с авокадо. Вот этот ролл подарочный. Я понятия не имею, какой нам ролл подарили. Потому что у нас нет никакой ни чека, ни даже товарной, хотя бы какой-то накладной со списком того, что мы купили. Давай попробуем вот ролл в черной икре мойвы. И внутри есть авокадо, по ходу дела. Авокадо. Вот это симпатичный, кстати, ролл. Сейчас объясню почему. Авокадо жесткий, блин. Но авокадо очень капризный, зараза. Мы так мучаемся с этими авокадом у себя в кафешке. Потому что у авокадо есть два состояния. Либо он жесткий, либо он тухлый, короче. И вот это вот время, когда авокадо классный, нормальный, его крайне мало, серьезно. Авокадо либо жесткий, либо тухлый. Но тем не менее, надо стараться, конечно, ловить. Опять-таки, если выбирать между жестким и тухлым, я лучше немножко плотное авокадо съем, чем вот тот, который уже горький такой. Знаешь, нам тоже попадались на обзорах. Вот здесь он плотный. Но этот ролл симпатичный, знаете, чем? Тем, что внутри там лежит копченый лосось. Внутри лежит немного копченого лосося, который неплохо играет на вкус. Я не очень люблю в роллах копченый лосось, особенно когда оборачивают иногда в него. Но в этом ролле, как бы он ни назывался, мы посмотрим по составу, сейчас картиночку вы увидите. Там внутри копченый лосось. И это прикольно. То есть авокадо, сливочный сыр, копченый лосось, это хорошо. Пойдет. Он как минимум забивает вот эту кислую, кислейшую заправку рисом. Пожалуй, на сегодня это первый ролл, который мне скорее понравился. Несмотря даже на жесткий авокадо. Вот. Ну ладно, у нас тут еще целый набор вообще всякого. Всякого разного. Кстати, на вес никак не влияет, если я миллилитры или граммы выбираю. Серьезно, мы сравнивали. Никакой разницы. Все это вместе должно весить 600... Блин, подожди, сколько? 640 граммов. А тут 705. Все, по весу окей. По весу окей. И вот первое, что бросается в глаза, вот этот ролл называется походу Аляска. Вот мы его заказали как Аляска. И на картинке у них смотришь, а Аляска-то у них прям вот, ну не то чтобы с какой-то стружкой, да? А прям с куском, мать его, краба. Прям вот фаланга разделанная вдоль. А тут какой-то сухой, высохший вот эти вот намеки на краб. Нахрена использовать краб чисто номинально. То есть, если ты уж используешь, так клади, чтобы его вкус почувствовать. А вот это сверху крабья стружка. Или что это такое вообще? Вот это что за продукт? Зачем они его вот так вот мучают, бедного краба? Прикусил губу из авокадо. Авокадо жесткий, у меня соскачил зуб, короче. Зачем он так делает? Вкуса краба нет. Короче, возвращаясь к теме риса, вот эта заправка кислющая для риса, которую они делают, она перебивает вообще все подряд. И ощущение, да, ну, то есть тут нет плохих продуктов, нет испорченных продуктов у них, это точно. Из того, что мы пробовали. Но вот кислая заправка риса, она делает ощущение, что у тебя как будто скис какой-то продукт внутри. Ну, не знаю, там сыр, рыба, все что угодно. Когда уже процесс поражения идет. Поэтому заправка портит все. Но, я говорю, даже если бы здесь была офигенная заправка риса, классная, вкусная, то вот этот тертый сверху краб, еще прижатый, абсолютно неаппетитно выглядящий, да, плюс дешевый сыр, дешевый лосось и все это вместе, создает впечатление абсолютного непотребства. Вот этот ролл называется гейш, то есть этот ролл, ну, судя по названию, это как бы фирменный ролл считается. Стоит 450 рублей. 450 рублей стоит ролл, где ты получаешь ровно на одну треть рыбки. Даже не завернуто вот сюда вот, чтобы так немножко создать эффект наложенности. Нет, лосось завернут немножко сюда, но тончайший кусок лосося вообще вот такой вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, при этом смотри, давай насчет тунца поговорим, да? В 99% случаев заморожен. То есть он приезжает в филе тунца в замороженном виде. Это хороший тунец. Он, во-первых, смотри, разморозили они его неплохо, он плотный. Да, он сухой, так же, как и их лосось. Но, тем не менее, это не прям какая-то развалюха, понимаешь? Это тунец, который остался еще хоть немножко до тунца. Я хочу этот ролл попробовать, при том, что внутри там опять эти розовые... Розовый краб. Камчатский краб. 450 рублей. Если абстрагироваться от кислоты риса, то неплохо. То есть и тунец весьма такой плотненький, нормальный тунец. Это не только что срезанный, конечно, там, блюфин какой-нибудь только что пойманный, там, нет. Но, тем не менее, из того, что вот в Москве, можно поесть нормальный тунец. Начинка тоже, опять-таки, тот же самый сливочный сыр, все то же самое. Те же яйца, только в профиль сверху покрыли немножко другим. Тот же огурец, нормальный, хрустящий, пойдет. Я еще зачем-то отдельно заказал ролл с тунцом, хотя мы могли тунца оценить. Ну, точнее, мы уже его оценили. А здесь ролл с тунцом, да, опять то же самое, блин. А этот ролл с тунцом еще содержит, походу, здесь вот угрь, да. Но тут... Блин, ну тут даже вот не доставая вот этот кусочек, я вижу, что тут не угрь, а здесь вот... То есть от этого куска угря обычно избавляется, он никуда не идет. Это кожа. А это ролл с угрем, понимаешь, они заявляют, что это ролл с угрем. Но там не угрь, а кожа угря. Вот так и надо заявлять. Ролл с кожей угря, блин. И здесь то же самое. То есть вот обрезки от угря они добавили в этот ролл. Ладно, давай попробуем. Обрезки от угря я сто лет уже не ел. Вкусняшка, ням-ням. Возможно, возможно. Я чуть-чуть перебарщиваю, наверное, с эмоциями. Ну, в плане того, что вот я называю там шляпа. Я сказал, что это сопоставимо с доставками типа суши-шопа, суши-вок, не пицца суши-вок, а именно суши-вок. Ну, в общем, поняли. Вот эти все сетевички. То, наверное, все-таки вот у этих ребят как-то есть ощущение больше свежести в этих продуктах, что ли. Я не буду хвалить. Нет, это точно не стоит хвалить. Но, по крайней мере, тут есть какая-то честность и свежесть вот такая. То есть написано краб, и там, походу, краб. Написано тунец, и там, походу, тунец. Не испорченный, неплохой тунец. Нормальный тунец. Лосось, пусть он изначально как бы вот не тот самый звенящий, но он хотя бы один раз разморожен, судя по всему. Он хотя бы не замораживался повторно. Он не превратился в кашу. То есть вот в этом плане, наверное, все-таки вот эта компания, она немножко повыше своих прямых конкурентов, вот этих средних сетевичков. Но, тем не менее, они гораздо ниже тех ребят, которые стараются сделать вкусно людям. Смакуй гейшу. Хотят заработать. Хотят заработать. Это видно. То есть прям вот сразу, когда приезжает что-то, ты понимаешь, где тебя хотят накормить, а где тебя хотят заработать. Накормить? Заработать. Вот там, где тебя хотят накормить, возможно, тоже зарабатывают. Но хотя бы вот это вот в приоритете. Здесь все-таки, пожалуй, нет, но могло быть хуже. Могло быть хуже, определенно. У нас есть еще какой-то запеченный ролл. Еще салат Цезаря, естественно. Блин, без Цезаря мы не могли обойтись. Запеченный ролл. Называется запеченный ролл с мидиями. Мидия, огурец, омлет, соус спайси. Ой, я, кстати, спайси суши не заказал, да? Но вот, тем не менее, мы соус спайси видим здесь. Мы его сможем оценить здесь. Что там? Мидии. Я дико извиняюсь, а где тут мидии-то, блин? А мидии тут нет. А, вот они, боже мой, блин, они... Кусочки мидии под шапками, вот они. Коктейль морской, да? Под шапочкой лежит маленький кусочек. Мидии, давай вот здесь еще посмотрим. Да, вот она, миленькая моя. Ух, давай попробуем. Ну, тут спайси, тут может хотя бы вот эта шапочка немножко разрулить. Так, 8 штук. Кстати, вот здесь вот не пишут грамму почему-то первый раз. Везде грамма, а тут 8 штук. 355 рублей. Сквозь спайси кислота риса пробивается. Капец. Последнее, что ты чувствуешь в этом ролле. А это вкус мидии. Ха-ха. Ну, потому что вот когда вот столечко мидии, ну, невозможно надеяться на то, что ты почувствуешь вкус. Но если говорить откровенно, то, пожалуй, в плане вот гармоничности вкуса, вот эта майонезно-спайсевая шапочка, вот этот вот сливочный сыр внутри, вот эта определенная теплота, он все-таки теплый, те заведомо холодные роллы, это как бы сейчас комнатной температуры норм. Вот это, наверное, самый гармоничный получился ролл. Все остальное это прям совсем нет. Это, пожалуй, даже на 3 с плюсом. Вот такая вот еда вот на 3 с плюсом. Это лучше, чем куринки с суши рядом, но это вообще не норма. То есть это гораздо хуже, чем то, как это должно быть. И когда поменяется вот этот подход, а все вы, это все потребители, то есть пока вы это покупаете, они так и будут делать. То есть зачем вот этим, ну, назовем все эти команды, торгаши, все торгаши, короче. Все покупают продукты, делают из них сводный продукт и продают дороже, добавляя какую-то определенную маржу. Вот. Обычный принцип любого торгашства, да. И все, по большому счету, торгаши отличаются только вот тем, за сколько они берут изначальные продукты, как много они из этих продуктов делают итогового продукта, насколько хорошо вот эта вот прокладка между начальным продуктом и итоговым. А эта прокладка, это как раз повара, администрации, руководство, владельцы компаний. Вот. Если вся эта цепочка работает хорошо, то есть заказываются хорошие ингредиенты, тут хорошие повара стоят, которые четко соблюдают, там, кладут, там, крабы, где надо класть краб, как вот у них, в принципе, да. Где кладут столько, сколько нужно рыбы, если нужно столько класть. Вот. Ну, опять-таки, там, шеф, который придумал, продумал рецепт. Вот этому шефу, я не знаю, ну, можно ему сказать спасибо? То есть, как они, они же кого-то пригласили, он сказал, вот столько кладем там. Кладем вот 150 грамм фриса. Добавляем 12 наномиллиметров мидий. Кто-то, кто-то же сказал готовить так поварам, и они готовят. Ну, печально. То есть, тут вот в этой цепочке есть определенная какая-то дисгармония. Вот. Кто-то же сказал не чистить мидии, например, не очищать их от водорослей. Кто-то сказал. Вот это кто-то. Чем ты руководствуешься, когда ты даешь такие указания? Кто-то сказал столько уксуса добавить в рис? Да, сказал. Тот же самый, кто и сказал мидии не чистить. Вот так это все и работает, друзья мои. То есть, ну, ничего особенного. Все хотят кушать, все хотят заработать, но при этом, блин, забить на качество продукта итогово. Это лучше куринок, это лучше, чем суши рядом. Это чуть-чуть лучше, чем суши вок, это чуть-чуть лучше, чем суши шоп, автосуши. Но это гораздо хуже, чем то, как это должно быть. Цезарь с курицей, 340 рублей. Дорогущий, зараза, Цезарь с курицей. 200 граммов. Ладно, уже все. Я уже весы убрал. Нафиг все. Смотри, ну, такое ощущение, что это не они делают. То есть, мне кажется, они привозят этот рис, этот салат. И тут вот такой вот прекрасно выглядящий соус, который действительно даже запах пошел. Анчоусов. Хороший соус. Жалко, что он такой густой, его сложно будет распределить. Но, тем не менее, мы этим займемся. Вот тоже вот хотел высыпать помидорки, но смотри, блин, что с этой помидоркой не так? Вот гнилая помидорка. Вот еще одна гнилая помидорка. Ух, ребята, ребята, что-то я... Мне взгрустнулось сейчас, вот серьезно, мне взгрустнулось не потому, что... Ой, что-то тут шокирующее такое произошло, там какая-то доставка там сделала вообще такое нищие. Да нет. Мне взгрустнулось, потому что, блин, вот все так делают. Вот почему так? Мне вот из-за этого взгрустнулось. Понимаешь, что просто... Мы в очередной раз, в какой-то стотысячный раз, получили вот это. И вот из-за этого грустно. И мне грустно, что ничего не меняется. То есть никто не может, и я не знаю, что сделать. То есть вот моих сил, там, в плане... Количество аудитории, моих обзоров, внимание к ним со стороны кафешек, ресторанов, видимо, никакого, короче, к сожалению. Это грустно. Поэтому давайте, снимайте, снимайте больше обзоров, блин, клонируйте обломового, пусть едет по Москве обзоры снимать. Ну, хватит уже это все. Слушай, ну, салат, кстати, меня радует. Вот сейчас вот запах чувствует. То есть, в принципе, меня радует то, что я сейчас перемешиваю тут. Без восторга. Очень неплохой салат Сезарь. Отсутствие восторга, опять-таки, не связано с моим угнетенным настроением под конец. Нет, нет, нет. Нормальный салат. Соус чуть-чуть солонее, чем, наверное, хотелось бы. То есть, он посолен с запасом, видимо, если его распределить на большее количество салата, то будет норм. В целом, нет, нормальный такой, честный соус. Мне понравился. Честный соус. Вот такой вот я дофига информативный под конец, короче. Салат купить у них можно довольно вкусно. А что у них еще можно купить? Мясо в кисло-сладком купить можно. Рис купить можно. Мидии тоже с натяжкой можно. По большому счету, как-то вот блюда, которые не роллы, купить можно. А блюда, которые роллы, вообще не нужно. Что им делать для того, чтобы стать лучше? Во-первых, забить на краба. Да забейте вы на краба. Ну, то есть, все равно, вы торгаши, вы не положите краба столько, чтобы мне было вкусно. А класть краба столько, чтобы просто называться роллом с крабом, мне не надо. Не надо. Поэтому не кладите краб. Не знаю, ну положите вы... Ну, вместо краба положите просто креветку, блин. Это будет честно нормально. Просто креветка. Будет зашибись. Уберите роллы с этим крабом. Не учите вы бедных животных. Ну вот. В общем, просто в никуда этот краб уходит. Вот такие дела, ребята. СМАКУЙ ГЕЙШУ. Хочешь, СМАКУЙ ГЕЙШУ. Не хочешь, НЕ СМАКУЙ ГЕЙШУ. Я вообще не хочу. Я оценки поставлю и забуду про эту компанию как страшный сон. Потому что мне 5 минут доехать до ОСУШ. Я эгоистичен. Я сам себе открыл заведение рядом с домом. Вот оценка на СМАКУЙ ГЕЙШУ. Вот оно, какое название. Короче, 64 балла. Да, это среднее, ребята. Это не самое дно. То есть, это не просрочка. Это не вонючее. Это не отвратно свернуто. Несмотря на то, что это все маленькие, квадратненькие, такое, как я не люблю. Все очень средненько. Удовлетворительно, но в плане, вот удовлетворило ли это меня там по вкусу, по качеству и так далее, наверное, меня нет. Но большинство людей, к сожалению, это бы удовлетворило. Это грустно. В общем, мои оценки вот такие. Вот цена 4, вкус-качество 2,5. Но у меня не поднялась все-таки рука поставить оценку удовлетворительно. Повторюсь, потому что меня это не удовлетворило. Это мой вкус, это мое отношение. Меня это не удовлетворило. Но тем не менее, это близко где-то, к троечке, да. Соответствие я поставил 4. Наверное, тоже немножко незаслуженно. Чуть-чуть завышено. Но тем не менее, наличие все-таки краба там, где должен быть краб, наверное, меня немножко умиляет в данном случае. И даже где-то какие-то недовесы не так меня расстроили, пожалуй, как могли бы. Я поставлю 4. Хрен бы с ним. Скорость 4. Привезли, в принципе, за полтора часа. Я об этом не говорил в начале. Сейчас говорю. Более-менее нормально доехали. На 15 минут опоздали относительно обещанного времени, но в целом привезли довольно оперативно. За полторашку неплохо. Температура 1. Ну, все приехало холодное. Тут не поспоришь, тут факт. Ну, и лайк от меня стал бы я заказывать это место или нет. Это место. Эту еду из этого места. Из этого... Еду из этого места. Я усугубляю, короче, определение того, что хочу сказать. Конечно, нет. Конечно, бы я не стал здесь заказывать. Даже не потому, что у меня есть альтернатива. Я бы не стал это заказывать, даже если бы у меня не было альтернативы у меня в районе, где заказать. Нет, нет и нет. Я, честно говоря, от себя вообще хочу объявить бойкот. А я, в общем-то, вы поняли, я уже давно объявляю бойкот вот такого рода еде, которая чисто так, чисто заработать начальству. Все вот. Она не про еду, а как вот великие неповторимые, да, Сталик говорил, это корм, короче. Это корм, это невкусно, это лишь бы сделать. Грустно, а мне реально грустно от того, что мне приходится на это снимать обзор. Я очень хочу хорошей компании, да, есть хорошие компании, мы найдем хорошие компании. Более того, мы уже нашли, ребята, да есть же отличные суши. Есть насчет Достоевского я до конца не уверен, потому что буквально на днях меня тут девочка отметила, ей привезли доставку из Достоевского. Я, к сожалению, не смог к себе репостнуть в сторис и потерялась эта история. Ну, там просто она снимала, там какую-то дичь привезли, реально вообще абсолютно. Но если вот как бы вспоминает Достоевский тот самый, Достоевский, окей, Суши Стор, повторюсь, хороший, нормальный, опять-таки, Менза, Суши Вок, несмотря на то, что там тоже небольшие роллы, качественно, хорошо там делают, хорошо, Тануки, если попадете, удачно вам сделают, там хорошо сделают. Есть места, ребята, моя задача найти эти хорошие места. У меня нет задачи искать вот это, вот это все вот. Таких, как куриных, 99%. Моя задача найти вот этот 1%. Мне грустно, что вот мне приходится снимать обзоры на 99%. Ну, если не снимать, так мы и не узнаем, откуда я знал, что вот так будет. понятия не имел. На сайте-то мы самые лучшие, мы the best. Смакуй гейшу. Бордель суши. Все. Все.